МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Анкара не поддерживает санкции США против Ирана и намерена продолжить торговлю с этой страной, заявил глава МИД Турции Мевлюд Чавушаглу. Сообщает Лентару. Мы продолжим торговлю с Ираном, Россией и другими. Турция является суверенной и независимой страной. Если это санкции ООН, мы присоединяемся, иначе нет, подчеркнул он. Вести экономика РУ сообщают. США больше всего проиграли бы, если бы начали торговую войну с другими странами, в то время как Китай был бы в более выгодном положении после принятых ответных мер, показала модель Европейского Центрального Банка. ЕЦБ рассмотрел гипотетическую ситуацию введения 10-процентных пошлин США на весь импорт и эквивалентных ответных пошлин других стран. Исследование показало, что США при таком сценарии понесут основное бремя сокращения торговли и ущерба доверию потребителей и инвесторов, отмечает Рейтер. Китай, напротив, выиграет, увеличив экспорт в третьи страны, где товары из США облагаются пошлинами, показала модель ЕЦБ. Между тем, мировая торговля может сократиться на 3% по сравнению с базовым уровнем. Торговые войны, развязанные Соединенными Штатами, могут подорвать доверие инвесторов и повредить ситуации на биржевых площадках, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Но эффект пока незаметен. Нам пока не с чем бороться, приводит известие слова Пауэлла. Индия не планирует покупать сырую нефть из Ирана в ноябре, что повышает вероятность потери Тегераном еще одного крупного клиента из-за санкций США, сообщает Times of India. Страна является вторым по величине покупателем иранской нефти. После полного отказа Южной Кореи, Японии и европейских стран от иранской нефти, потеря индийских нефтеперерабатывающих компаний, даже временная, является серьезным ударом для Ирана. Костак передает. Иностранные банки с 2020 года получат право вновь открывать свои филиалы на территории Казахстана, сообщила постоянный представитель республики при Всемирной торговой организации Жанара Айджанова. При этом она отметила, что их открытие благоприятно скажется на конкуренции в банковском секторе Республики Казахстан. Костак передает. Налоговик из Шимкента при проверке похитил 288 бутылок водки, сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов Шимкента. Главный специалист отдела администрирования налогов УГД Алтаев, злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершил тайное хищение водки в количестве 288 единиц из склада, где он проводил налоговую проверку, сообщили в ДГД Шимкента. По решению суда, экс-налоговик приговорен к одному году ограничения свободы и лишен права занимать государственные должности сроком на 5 лет. Жители Туркменистана с 2019 года будут платить за электричество, газ, воду и жилье, сообщает CA News.org. Туркменистан перейдет к оплате ресурсов, предоставлявшихся для бесплатного потребления. Об этом на первом заседании Восстановленного Народного Совета заявил президент Гурбангулы Берду Мухаммедов. Сейчас, по словам президента, доходы населения заметно увеличились, созданы каждой семье широкие возможности для заработка. Бесплатное пользование газом, водой и электроэнергией было введено в Туркменистане в 1993 году. Кастак передает. Киви-кошельки планируется запретить в Казахстане в рамках борьбы с анонимной торговлей в интернете, сообщил министр внутренних дел республики Калмухамбет Касымов в кулуарах мажориса парламента. Также он ответил, какие каналы обычно используют наркодилеры для распространения синтетических наркотиков. На стенах пишут адреса сайтов. Или по телеграмм сообщают. Потом ходят, разбрасывают в разных местах. И если мы даже выследим, то продавца мы никогда не задержим. А возьмем только потребителя. Это не совсем окончательная борьба, добавил глава МВД. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok